От винта! В том числе и у нас, на Урале. Переиздается и обновляется она один раз в 10 лет. И именно в этом году, точнее в конце текущего 2018-го, увидит свет новая редакция Красной книги Свердловской области. Благая весть пришла из областного Министерства природных ресурсов. Из книги исключат три вида животных и опять-таки три вида растений, которым уже не угрожает перспектива полного исчезновения. Численность этих видов восстановлена, что радует. В число исключенных из Красной книги попал и самый обыкновенный ежик. И о факте, что этому безобидному и в чем-то очень симпатичному существу грозило полное вымирание, мало кто знал. Но что там какой-то ежик? Это же не тигр с леопардом. А между тем, еж живет на планете уже более 20 миллионов лет. И ничего плохого человечеству не сделал. Выносливостью обладает отличной, хоть и спит 128 дней в году. К ядам устойчив. Яд гадюки ему, как слону дробина. Да что там гадюка, когда ежик способен переносить смертельное для нас с вами цианистый калий и мышьяк. И польза от него кое-какая имеется. Своими иголками, как гребнем. Вычесывает он из травы клещей. Хотя наряду с другими паразитами они доставляют ежам немало неприятностей. А как вам такой факт? Ежи, оказывается, еще и едят. В цыганской кухне, например, существует блюдо из ежиков. Такой вот национальный колорит получается. Конечно, то, что банальный ежик мог исчезнуть из уральских лесов навсегда, говорит о серьезном неблагополучии нашей экологии. Уж если еж с его способности к выживанию оказался под угрозой, это что-то да значит. Но, как показала история его спасения, усилия по сохранению окружающей среды дают результаты. И значит, не все еще потеряно. Просто работать надо, чтобы не опустили наши леса. Берегите ежиков и от винта. Редактор субтитров А.Семкин